Мы с вами уже не раз обращались к файлу etc.passwd. Наконец-то пришло время разобраться, что же там написано. Каждая строчка содержит информацию о каком-то пользователе. Двоеточие в данном файле выступает в роли разделителя, специального символа, который делит строку на столбцы. Первый столбец, второй, третий и так далее. В первом столбце у нас логин пользователя, во втором – иксы. Очень давно здесь хранились пароли пользователей в хешированном виде. Вообще, хеширование используется не только для паролей, но сейчас нас интересует именно хеширование паролей. Итак, что это вообще такое? Думаю, все согласятся, что хранить пароли пользователя в открытом виде нельзя, иначе их с легкостью узнает любой пользователь с правами суперпользователя. Но система должна знать пароли, чтобы вы могли залогиниться, введя пароль. Поэтому нужно пароли преобразовать в какой-то нечитаемый вид. Но если это сделать так, чтобы можно было преобразовать обратно в читаемый вид, то, опять же, любой пользователь с правами рута сможет это сделать и получить первоначальный пароль. Значит, пароль нужно так преобразовать, чтобы нельзя было его никак преобразовать обратно. И когда пользователь введет пароль, можно будет преобразовать введенный им пароль тем же способом. Получить ровно такое же значение, сравнить эти значения, и если они совпадают, то значит пароль подходит. Но даже такой способ недостаточно безопасен. Зачастую люди используют стандартные пароли и легко создать базу, где для каждого стандартного пароля будет его хешированный вид. А потом можно будет попытаться найти хеш-пользователя из этой базы. И если пароль стандартный, то это будет довольно просто. Поэтому при хешировании к паролю добавляют еще рандомные символы, называемые солью. Благодаря чему даже два одинаковых пароля после хеширования будут выглядеть по-разному. Но это все криптография и я очень поверхностно объяснил, опуская много деталей. И если кому интересно, я приложу ссылку в комментариях. Учитывая, что в PassVD есть полезная информация о пользователях, скрывать этот файл от всех пользователей как-то нежелательно. Но и хранить тут пароли, пусть даже в хешированном виде, тоже как-то неправильно. Поэтому пароли из ETC PassVD перенесли в другой файл — ETC Shadow. PassVD сделали читаемым для всех, а Shadow доступен только для root-пользователя. Пойдем дальше. Третий столбик — уникальный идентификатор пользователя — UserID — UID. Очень многое строится именно вокруг UID, а не логина пользователя. У root-пользователя идентификатор всегда 0. Обычно для необходимых сервисных пользователей UID назначаются ниже 100, а для каких-то дополнительных сервисных пользователей — до 999. А с 1000 начинаются UID обычных пользователей. Дальше идет идентификатор группы — GroupID. У каждого пользователя есть одна основная группа. И у каждой группы есть свой уникальный идентификатор. И здесь отображается идентификатор этой основной группы пользователя. А для самих групп есть файл ETC Group. После идентификатора группы идет небольшой комментарий о пользователе. Тут обычно пишут полное имя пользователя, его телефонный номер и все такое. Как видите, для пользователя User2 этот столбец вообще пустой. Следующий столбец — домашняя директория пользователя. Мы привыкли, что обычно домашняя директория хранится внутри директории home. Но это не обязательно. И те же сервисные пользователи используют в качестве домашней директории абсолютно другие пути. А у суперпользователя домашняя директория — root. Ну и последний столбик — shell — оболочка пользователя. Допустим, у нашего юзера или рута оболочкой выступает bash. Есть еще другие оболочки — zshell, cshell и тому подобное. У всех свои преимущества. У сервисных пользователей, как правило, вместо оболочки указан nologin. И если кто-то попытается залогиниться этими пользователями, у них выйдет текст о том, что нельзя. И этот текст можно заранее прописать в файле etc.nologin.txt. В некоторых случаях можно встретить binfalse. Тоже не позволяет логиниться, но работает немного по-другому. binfalse — это программа, которая ничего не делает и просто выдает ошибку. Она обычно нужна для каких-нибудь скриптов и всего такого. И если это указать в etc.passwd, при логине пользователя с binfalse, она просто получит ошибку и все. Зачастую при работе может понадобиться узнать юит пользователя или группы, в которых он состоит. И не обязательно для этого искать нужные строки в etc.passwd. Можно использовать утилиту id. Что касается групп, давайте заглянем в etc.group. Тут синтаксис похож на passwd. Тот же разделитель в виде двоеточия, но меньше столбцов. Однако первый столбец — это не имя пользователя, а имя группы. Вы, возможно, заметили, что имена пользователей и групп совпадают. При создании какого-то пользователя по умолчанию создается группа с таким же названием — личная группа пользователя — userprivate group. Это сделано в целях безопасной, но удобной совместной работы с файлами. Станет понятнее, когда пройдем права на файлы. Дальше у нас x. Как и в passwd, речь про пароль, который хранится в хешированном виде в файле etc.gshadow. Как и у пользователей, у групп можно поставить пароль с помощью утилиты gpasswd. И потом, с помощью этого пароля, кто-то из другой группы может временно получить права этой группы, используя утилиту newgrp. Но это очень специфичная задача, и я пока не слышал примеров использования. Если кто-то это использует у себя, то расскажите, пожалуйста, в комментариях. Потом у нас идентификатор группы — git. А в конце — список пользователей в этой группе, через запятую. Пока что у нас тут пусто, только в группе will есть пользователь user. Ну и давайте еще заглянем в etc.shadow. Тут у нас хранится информация о пароле пользователя и все, что относится к паролю. Тут у нас пользователь. Его пароль в хешированном виде. Причем, в начале указывается хеш-функция. Допустим, $$6$ — это sh512. Хеш-функция. То есть, каким алгоритмом был хеширован пароль. Также тут вместо пароля может быть звездочка или восклицательный знак. Или два восклицательных знака. Может зависеть от дистрибутива. Но обычно это означает, что аккаунт заблокирован. Как правило, это относится к сервисным аккаунтам. Либо новым аккаунтам, у которых нет паролей. Дальше у нас идет информация, которую не очень удобно читать отсюда. Легче использовать утилиту change. Тут у нас информация о том, когда менялся пароль, когда он просрочится, когда заблокируется и все такое. До этого мы уже создавали пользователя с помощью команды user-add. Как мы заметили, у пользователей есть много разных настроек. А значит, user-add откуда-то взяла настройки по умолчанию. Настройки по умолчанию можно увидеть при помощи ключа D. Сразу скажу, что первый параметр групп будет игнорироваться. Потому что, как я говорил чуть ранее, для каждого пользователя создается его личная группа. Настройки по умолчанию распределены в двух файлах. etc-default-user-add и etc-login.devs. Если первый файл сугубо параметры утилиты user-add, то login-devs содержит параметры для многих утилит, работающих с пользователями и группами. Итак, в файле etc-default-user-add у нас несколько параметров. Group. Если мы не захотим создавать личную группу пользователя, то группа по умолчанию будет группа с групп id 100. Это группа users. Home. Это внутри какой директории создастся домашняя директория пользователя. То есть, мы создаем пользователя user2, и для него создается директория user2 внутри директории home. Inactive. Через сколько дней после устаревания пароля заблокируется аккаунт? Минус 1 – это никогда. 0 – сразу же, как устареет пароль, но или указывается количество дней. Expire. Когда аккаунт заблокируется? Указывается как год, месяц, день. Shell. Собственно, какой интерпретатор будет по умолчанию. В данном случае bin bash. Scale. Путь к шаблонной директории, которая используется при создании нового пользователя. Тут у нас есть bash-profile и bash-rc. Если вы хотите, чтобы у всех новых пользователей в домашней директории были какие-то файлы или директории, достаточно положить их в etc.scale. Create.Mails.Pool. Создает специальный файл, куда будет попадать входящая почта для пользователя. Теперь, что касается etc.login.devs. Mail.dir. Собственно, директория, где создастся файл для входящей почты. Вообще, тут есть разные варианты, но давайте пока не будем трогать почту. Pass.Max.Days. Максимум дней, разрешенных на пароль. Скажем, если поставить 30, нужно будет менять пароль каждый месяц. Pass.Min.Days. Минимум дней, необходимых для смены пароля. Допустим, если поставить 7, то можно будет менять пароль максимум раз в неделю. Это нужно, если вы хотите защититься от того, чтобы ваши пользователи повторно не использовали старый пароль. Допустим, у вас может стоять политика, чтобы у пользователя пароли не совпадали как минимум с 10 предыдущими паролями. Без минимального времени смены пароля он может просто разом 10 раз ввести новые пароли, а потом старый. Так что этот параметр защищает от таких любителей одного пароля. Дальше, минимальная длина пароля. Естественно, руту плевать на этот параметр, а вот юзеры должны будут придумать пароль. За сколько дней до устаревания пароля пользователю выйдет предупреждение о том, что ему стоит сменить пароль. Дальше у нас uid min и uid max. Минимальный и максимальный uid, которые будут выданы пользователю, если, конечно, вручную не выдать другой uid. Максимальное значение примерно 65000. Дальше uid для сервисных пользователей. И потом то же самое, но только для групп. Create home. Создавать или домашнюю директорию при создании пользователя. User groups and up. Тот самый параметр, отвечающий за создание приватной группы пользователя. Без этого параметра, группа по умолчанию будет та, что указано в файле etc.defaultUserAdd. И в конце encrypt-метод ш512. Алгоритм, по которому хэшируются пароли для etc.shadow. На самом деле, для login.devs есть много других параметров, но пока этого нам достаточно. Теперь, зная все это, давайте рассмотрим утилиту useradd. При простом добавлении пользователя, все будет ровно с теми параметрами, которые мы рассматривали в файлах useradd и login.devs. Если же мы хотим сделать как-то по-своему, то давайте я возьму пару параметров для примера, а остальное вы сами протестируйте. Итак, sudo useradd ключ b. Basedir – это, собственно, директория, внутри которой создастся домашняя директория пользователя, как параметр home в useradd. Допустим, если я укажу sudo useradd dfcb homecompanyit user4, то внутри этой директории IT создастся директория user4. Но нужно предварительно создать эту самую директорию home userit. Если же у меня есть какая-то директория для пользователя, и я не хочу ее создавать, я могу указать ее с помощью ключа d. Ключ c для комментария. Ключ g – основная группа пользователя. Как мы говорили, если этот ключ не указывать, то создастся привартная группа пользователя, и она станет основной группой этому пользователю. Если же мы хотим сделать по-своему, то указываем здесь sudo useradd dfcg. Большое g – для дополнительных групп. Допустим, если вы хотите, чтобы пользователь, кроме основной группы, был также в группах will, user, также вы можете сами задать uid для будущего пользователя. Теперь посмотрим, что у нас получилось. Как видим, все так, как мы указывали. Но пока этого недостаточно. Пока мы не зададим пароль пользователю, аккаунт будет недоступен. Для пароля используем команду passvd. Также можете использовать утилиту change, чтобы настроить время для пароля. Все параметры мы уже рассмотрели. Если вы уже создали пользователя, но хотите изменить какие-то параметры, допустим, поменять комментарии, добавить группу, переместить домашнюю директорию, поменять uid и тому подобное, используйте утилиту user-mod. Допустим, я хочу перенести домашнюю директорию пользователя и добавить его в группу. Ключ d указывает на новую домашнюю директорию, но без ключа m текущая домашняя директория не перенесется на новое место. Что касается групп, то g указывает дополнительные группы, но без ключа a все текущие группы пользователя сбросятся и останется одна группа user. Чтобы удалить пользователя, используйте команду userdel, но без ключа r после удаления пользователя останется его домашняя директория, личная группа и почтовый ящик, а с ключом все это удалится. Что касается групп, все примерно так же. Команды group add, group mode, group del. Для примера давайте добавим группу group 1. У группы можно назначить администратора и пользователей с помощью команды gpsvd. А администратор группы может добавлять и удалять пользователей из группы уже без всяких прав суперпользователю. Чтобы посмотреть, какие группы у пользователя и какие пользователи в группе, можно использовать команду lead. мы много чего разобрали. Файлы etc passvd, etc group, где хранится информация о пользователях и группах, etc shadow, где хранится информация о паролях, файлы etc default user add и etc login devs, где прописаны параметры для новых пользователей, а также различные утилиты, чтобы создавать новых пользователей и группы, а также менять их, удалять, создавать пароли и тому подобное. Мы с вами не стали задерживаться на различных ключах, но это для вас практика. Создавайте пользователей и группы с различными параметрами. Если что-то непонятно, откройте маны, там многое объясняется. И если какие-то трудности, обращайтесь, вместе разберемся. У меня еще есть, что рассказать о пользователях и группах, но на пока этого достаточно.